Друзья, привет! В этом видео поговорим про двуглавую мышцу плеча или как её ещё проще называют бицепс, которая, поражаясь триггерными точками, может вызывать боль по передней поверхности плеча, локтевого сустава и над лопаткой. Подробно разберём её анатомию, функции, а также упражнения, при помощи которых можно избавиться самостоятельно от миофасциальной боли. Также я, как и обещал в своём прошлом видео про четырёглавую мышцу бедра, подарю одному из своих подписчиков такой вот массажный ролл для самостоятельных домашних занятий. С вами Сергей Чернов, врач, мастер йоги и проект Славйога. Двуглавая мышца плеча, мускулюс бицепс брахии, состоит из двух частей – длинной и короткой головок. Длинная головка вверху прикрепляется сухожилием, лежащим в межбугорковой борозде плечевой кости к верхнему краю губы суставной ямки лопатки. Короткая головка вверху прикрепляется своим сухожилием к львовидному отростку лопатки. Внизу обе головки двуглавой мышцы плеча объединяются в общее сухожилие, которое прикрепляется к бугристости лучевой кости. Двуглавая мышца плеча перекрывает три сустава – плечевой, локтевой и максимальный лучелоктевой сустав и выполняет ряд функций. Сгибает предплечье в локтевом суставе, осуществляя его супинацию, т.е. вращение наружу. Осуществляет интенсивную супинацию предплеча, т.е. его вращение наружу из положения пронации, т.е. внутреннего поворота при условии хотя бы частичного сгибания в локтевом суставе. Участвует в сгибании плеча в плечевом суставе. Короткая головка двуглавой мышцы плеча помогает осуществить при ведении руки, а также участвует в горизонтальном при ведении руки. Длинная головка двуглавой мышцы плеча помогает в отведении руки в плечевом суставе, когда она находится в положении супинации предплечья, т.е. ладонью вверх. Длинная головка двуглавой мышцы плеча также помогает удерживать головку плечевой кости в суставной ямке лопатки при свисании руки во время удержания кистью значительных тяжестей, а также во время подъема значительных весов. Двуглавая мышца плеча функционирует синергично, т.е. работает совместно с плечевой и плечелучевой мышцами при сгибании предплечья в локтевом суставе. С мышцей-супинатором при супинировании пронированного предплечья, с передней частью дельтовидной мышцы для сгибания руки в плечевом суставе и вместе со средней частью дельтовидной мышцы и надосной мышцей при отведении руки в плечевом суставе. Клювовидно-плечевая мышца и ключичная головка большой грудной мышцы помогают короткой головке двуглавой мышцы плеча выполнять при ведении руки в плечевом суставе. Главным антагонистом двуглавой мышцы плеча, т.е. мышцей, выполняющей противоположную функцию разгибания руки в локтевом суставе, является трёхглавая мышца плеча. Триггерные точки в двуглавой мышце плеча чаще всего располагаются в средней части мышечных пучков. Боль, отражённая от них, распространяется по передней поверхности плечевого сустава, плеча и передней поверхности локтевого сустава, а также иногда в область над лопаткой. Помимо отражённой боли, триггерные точки, расположенные в длинной и короткой головках, могут вызывать ощущение слабости в руках, нарушение чувствительности или ограниченное интенсивное покраснение в этой области. Боль проявляется во время подъёма руки выше уровня плечевого сустава при её сгибании и отведении. При отведении руки могут наблюдаться щелчки, исходящие из уплотнённых сухожильных частей длинной головки двуглавой мышцы плеча. Болевые ощущения в бицепсе часто возникают в результате спортивной активности, например, во время удара теннисной ракеткой по мячу, сопровождающейся махом руки назад с разгибанием локтевого сустава и супинацией предплечья. Регулярно поднимая тяжёлые предметы одной рукой или двумя руками, ладонь которых направлена вверх, можно также прийти к острой или хронической перегрузке двуглавой мышцы плеча. Непривычная, часто повторяющаяся супинация предплечья, то есть вращение её наружу, которое происходит, например, во время длительной работы отверткой или чрезмерное длительное напряжение мышцы, например, во время сгребания снега, могут также привести к возникновению боли. Необходимо акцентировать внимание на то, что триггерные точки, находящиеся в неактивном состоянии в двуглавой мышце плеча, могут быть индуцированы, то есть запущены ключевыми триггерными точками, расположенными в подосной мышце. Поэтому, чтобы добиться продолжительного освобождения от боли, исходящей из бицепса, необходимо также убрать триггеры в подосной мышце. Видео о ней будет несколько позже, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы получить уведомление о выходе ролика. Ограниченная подвижность в локтевом и плечевом суставах, провоцируемая триггерными точками двуглавой мышцы плеча, легко обнаруживается при выполнении теста на разгибание верхней конечности. Необходимо сесть в кресло или на стул с низкой спинкой и отклонившись слегка назад прижаться к спинке, стабилизируя лопатку. Затем необходимо отвести руку в сторону примерно на 45 градусов, полностью разогнуть локтевой сустав и повернуть предплечье вовнутрь. После этого, не допуская вращения руки в плечевом суставе внутрь, необходимо завести её за спину в положении полного разгибания. Если мышца укорощена под влиянием триггеров, то по мере увеличения растягивания через плечевой сустав, локтевой сустав будет сгибаться, чтобы освободить мышцу от избыточного растяжения. Обнаружить триггерные точки в двуглавой мышце плеча можно в положении слегка согнутой в локтевом суставе руки, когда она лежит на опоре и полностью расслаблена, при помощи поверхностной пальпации, либо путём более глубокой пинцентной пальпации, при которой исследуемый участок мышцы сжимается между большим и указательным пальцем руки. Необходимо исследовать обе головки мышцы, приподнимая их с подлежащей плечевой мышцей и слегка сдвигая в сторону. Ввиду вертинообразного строения мышцы миофасциальные триггерные точки чаще всего локализуются по центру мышечных волокон. Обнаружив участки уплотнения и болезненности в мышце в домашних условиях, можно произвести самостоятельную терапевтическую работу, которая заключается в сильном механическом воздействии на область триггера с последующим мягким вытяжением мышцы. Для этого используйте высокий стол или любую другую высокую поверхность на уровне плечевого сустава. Положите руку так, чтобы плечо было полностью прижато к поверхности стола. Убедившись, что рука находится в расслабленном положении, возьмите маленький массажный ролл и осуществляйте разогревающий массаж области бицепса в течение нескольких минут, постепенно увеличивая силу воздействия. Затем, захватив одну из головок двуглавой мышцы плеча в зоне уплотнённого участка, окажите сильное непрерывное давление в течение 30 секунд одной минуты. Поработав точно также с другой головкой мышцы, снова осуществите массажную работу в течение нескольких минут при помощи маленького массажного ролла. Для самостоятельного вытяжения двуглавой мышцы плеча можно использовать простое упражнение в дверном проёме. Расположите кисть руки несколько выше уровня плечевого сустава, полностью разогнув руку в локтевом суставе и повернув предплечье внутрь, так чтобы большой палец смотрел вниз. Медленно поворачивайте корпус в сторону от поражённой руки и стремитесь повернуть руку наружу в плечевом суставе так, чтобы передняя локтевая ямка обращалась к переди и вверх настолько, насколько это возможно. Выполните фиксацию доступного конечного положения в течение 1-3 минут, сочетая её с медленным выдохом, на котором стремитесь слегка углубить вытяжение, затем произведите 3-4 цикла активного движения рукой в плечевом и локтевом суставах. Упражнение необходимо выполнять ежедневно на обе руки. Какими ещё упражнениями можно добиться вытяжения двуглавой мышцы плеча? Так как одной из основных функций бицепса является сгибание предплечья с его вращением наружу и сгибанием плеча в плечевом суставе, то для растяжки мышцы подойдут любые упражнения, при которых происходит разгибание в плечевом суставе выпрямленной в локте руки, особенно с внутренним вращением предплечья. Можно использовать в своих регулярных тренировочных программах такие упражнения из хатха-йоги, как поза лука тханурасана, особенно с наружным захватом голени и направленным большим пальцем вниз. Аналогичное упражнение поза танцора, при котором рука находится в том же положении. Так называемое положение дыбы, когда руки расположены сзади и происходит сильное рычажное разгибание руки в плечевом суставе. Помимо системного выполнения вышеописанных упражнений и устранения ряда длительно существующих вредных факторов, приводящих к хронической перегрузке мышцы, особое внимание следует уделить положению во время сна. Если ваша двуглавая мышца плеча поражена триггерными точками, то не допускайте во время сна длительного полного сгибания руки в плечевом суставе, приводящего к укорочению мышцы. Чтобы избежать этого, в изгиб локтевого сустава поместите небольшую подушку. В прошлом видео про четырёхглавую мышцу бедра я обещал подарить одному из своих подписчиков, оставивших комментарий на канале, вот такой вот массажный ролл для самостоятельных домашних занятий. Хочу подарить его Полине с ником Полина Витамина, которая бывший лыжник и мечтает устранить свою проблему с коленом до конца. Полина, этот ролл ваш, напишите адрес своей электронной почты под этим видео. Друзья, рекомендую вам также посмотреть видео, посвящённое дельтовидной мышце, которая является наиболее частой причиной боли в области плечевого сустава. Желаю всем отличного самочувствия и крепкого здоровья. Спасибо за подписку и до новых встреч!